Ночь субботы на воскресенье – подходящее время для того, чтобы проводить уборку снега. На дорогах практически нет машин, на тротуарах и остановках почти безлюдно. Снегоуборочная техника работает в спокойном режиме. Качество уборки проверила глава Самары Елена Лапушкина. Особое внимание – адреса, на которые жители жаловались в соцсетях. В их числе участок возле площади Мочелово. Здесь на пресечении Енисейска и строителей – сразу три социальных объекта. Но к качеству уборки снега есть вопросы. Навести порядок мешают припаркованные автомобили. Глава Самары поручила наладить контакт с управляющим микрорайоном. Контакт с районом есть, с отделом ЖКХ Кировского района. Я думаю, можно будет договориться. Давайте. Устраним ситуацию. Потому что школа, детский сад, поликлиника. Одинаковое место. Вообще, давайте вы очищаете это все. Проверила Елена Лапушкина частный сектор в Кировском районе. Подходы к социальным объектам и остановкам, а также дороги на улицах пятой категории. Подрядчик отметил, что в ночь здесь работают 76 единиц техники. Из них 24 самосвала и 13 погрузчиков. А также порядка 30 дорожных уборщиков. Около 130 улиц пятой категории в Кировском районе. И каждая из них хочет, чтобы ее почистили в первую очередь. И мы это все прекрасно понимаем. Так как для человека его улица самая главная, самая важная. И мы стараемся идти навстречу людям. И стараемся, чтобы все были счастливы и довольны. Объехала глава Самары также промышленные советские октябрьские районы. За уборку дорог и тротуаров здесь отвечает муниципальное предприятие благоустройства. Особо много обращений от самарцев было по аэродромной. Здесь из-за уже непроезжей части и плохо прочищенные тротуары. Руководитель предприятия отметил, что эти замечания уже взяли в работу. И в ближайшие дни все будет устранено. Крайне осталась недовольтерянная работа муниципального предприятия. Надеюсь, что руководители сделают правильные выводы. И все-таки спланируют работу грамотно и ответственно. Глава Самары Елена Лапушкина продолжила объезд города и в воскресенье вечером. В Самарском районе мэр отметила проблемные места на нескольких улицах и поручила сделать акцент на расширении проезжей части, усилить уборку тротуаров и борьбу с наледью на скатных крышах. А на улице Степана Разина привести в порядок уличные лестницы для удобства пешеходов. Работа сегодня обязательно продолжается, потому что за одну ночь эти работы произвести очень сложно, потому что есть определенный технологический комплекс. И для того, чтобы он был сделан качественно, соответственно, это требует времени. Похожее поручение глава города дала и при осмотре Ленинского и Железнодорожного районов. Подводя итоги двухдневного объезда, Елена Лапушкина отметила, что улицы и остановочные павильоны почищены удовлетворительно. Однако замечания еще остаются. Достаточно серьезный разговор у меня сейчас состоялся с рядом руководителей. Остается у нас часть заужений. Очень серьезные надо заниматься вывозкой снега. Договорились с рядом предприятий еще дополнительно задействовать технику. Сегодня уже задействована часть техники. Основная часть, конечно, помощи выходит завтра. Уже утром в понедельник на очистку главных дорог города, внутриквартальных проездов, парков и скверов Самары вновь вышла техника и уборщики. Однако некоторые поручения, которые дала глава города по итогам объезда в выходные дни, были выполнены недобросовестно. Исходя из этого, на еженедельном совещании в мэрии было принято решение о кадровых перестановках внутри муниципального предприятия благоустройства. Организации работы никакой. Мы с вами вчера проговаривали про улицу аэродромную. Вы ее все чистите, все расширяете, все вывозите. Про Гагарина вообще молчу. Две центральные улицы для двух районов города, где у нас ходит общественный транспорт, где у нас много социальных объектов. Поэтому, Евгений Александрович, я думаю, вы сделаете правильные выводы. Я жду от вас заявления. Основными требованиями к профильным ведомствам по-прежнему остаются своевременная расчистка от снега дорог, тротуаров, расширение проезжих частей. На особом контроле главы города освобождение кровель домов от сосулек и наледи. Мне необходимо, чтобы вы проконтролировали очистку кровель. Сегодня в 11.30 все управляющие компании с представителями прокуратуры я у себя собираю. Все ваши замечания отразили. Сегодня с утра у меня уже поехали просто змейкой по району. То, что наросло еще за выходные, все отметим. Я каждый адрес сейчас передам управляющую компанию, буду контролировать в течение дня. Пробелы с кровельной расчисткой, как оказалось, есть в каждом районе столицы региона. Работу порочно жестко контролировать главам внутригородских районов. И при необходимости она уже наступила привлекать к ответственности управляющей организации. Все понимают сложности. Но когда пошла вторая неделя, и когда мы с вами справиться не можем, нет больше аргументов перед людьми. Работу по расчистке города от снега нужно вести оперативно, в ежедневном, усиленном, круглосуточном режиме. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков в виде снега в Самаре не ожидается. Но работа продолжится с усилением штата. Необходимо привести в порядок все районы областного центра и желательно до наступления весны. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.